Итак, родительский недосмотр обернулся трагедией в Павловском районе. Там бабушка, оставившая 4-летнюю внучку одну дома, вернулась уже на пепелище. 57-летняя Галина решила пойти в магазин, а присмотреть за ее 4-летней внучкой Машей было некому. Спустя 3 часа, когда Галина вернулась домой, дом уже полыхал, а ребенок погиб. Вот сказали, за этой дверью она и лежала. Девчонка-то, у нее, говорит, и обувка была в руках, и курточка в руках. Она хотела убежать, а не сумела еще и 4-ти годика. Она ушла на работу, бабушка-то, а ее заперла под замок. У нее 40 дней еще не прошло, она сына скоронила. Может, свечка как, может, кот играл, да уронил эту свечку. Загорелась свечка. Среди, считай, что это поджог. Но я в этом все не смею. Предварительно следует установлено, что, со слов бабушки, уходя из дома, она оставила непогашенную свечу в доме. Кроме того, свидетельство о том прогорании, характерное в этом углу, где она оставляла свечу. И бабушка хороша у нее. Работы еще, она всю работу хватала. Кто вот ее знает? Вот это не дело. Четыре года оставила, и ладно. Детей оставлять с этих пор одних. Разве мыслимо? Немыслимо. Осколу она узнала? Я не знаю. Прибегла, бегла на растяжку, где была она, не знаю. Дочку жалко. Дочку жалко. Вот сгорел бы он весь, до самой земли. А дочку жалко. Между тем, истинную причину пожара будут выяснять уже следователи. А что касается родителей, погибшей Маши, то они живут в Ханты-Мансийске. И сегодня приехали за телом ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова